Вон там Никита что-то ворочивает. А это вот пруд наш с обратной стороны. А это вот тут храм. Вот Игоря Барабаша хозяйство. Это большой гараж для трактора. Это его дом со всеми антеннами. Никита иди сюда я еще покажу. Иди тут экскурсию тебе устрою. Тут трудно залазить тебе будет где-то. Ну попробуй. О ловкий какой. Вот смотри сюда. Ну я уже не показываю что там. Техника у Игоря все разбросано. На солнце плохо видно. Деревья. Красота у Игоря какая тут. Березовая у него прям роща рядом. Вот это вот домик. У нас поселился в первые годы. Его звали Геннадий. Он принял крещение Гавриил. Очень своенравный человек. Но работяга. Он работал где-то в авиационной части. У вертолетчиков. Что-то там красил. Вот такое. Его там посадили в какой-то люк, бассейн. Он красил. Краска такая очень дурная. Лак. И он отравился. И зрение попортил. И все время кашлял. И вот он своими руками построил себе домик. Из подсобного материала. Где-то что-то выписал. Пенсия у него была неплохая. Вот это печка у него видно. Там труба вверху. Это я ему делал. Мы сейчас зайдем посмотрим. Пласты земли резал. Он придумал большой нож. Даже такой, чтобы тащить и развязать не лопатой. Но нож этот лежал и никуда не употребился. Вот мы дальше заходим. Это у него прихожка. Смотри, какая у него длинная здесь усадьба-то была. Он помаленьку, помаленьку все пристраивал. Вот это вот сверху у него две шиферины, из-за которых он в храме закричал. Он говорит, ты еще захотел шиферу? Это сатана его, дескать, соблазнял. Когда поехали покупать шифер, спрашивали, кому надо? А он говорит, не надо. Вот смотри, что. Дальше у него там зимой, чтобы не выходить, это, видимо, туалет. А это вот земля. Пласт земли. Пласт земли. Но он, видишь, сделал неправильно. Надо было тут камыш. Камыш между рядами. Ну, а сверху палочки. Дальше еще опять покрыл. И он зимой здесь жил. Видишь, из каких палочек прямые находил. Яблоньки, вот стенка какая. Ну, как из моржовых ребер. Вот здесь точно так же. Вот она. Это все светится. Давай вовнутрь зайдем. Он высокий был ростом, но тут приходится... Может быть, она осела. Сейчас тут метр пятьдесят, примерно, вход. Вот он сделал печку. Печку я ему делал. Вот оно все здесь как. Вот, видишь, какие полочки. Тут ничего не видно, как будто бы. И пол он сделал из чего? Из щурочек. Щурочки пиленные. И туда заложить. Вот этот кирпич. Кто-то что-то вытаскивал уже. Все брошенное. Это вот улица, видно. Это вот на улицу как. Взял он окно. Форточки открываются. Ну, небольшая у него комнатка была. Вот они. Пол какой он настелил. Эти. Ну, круглые лежат. Это так разрешается. Я защиту диплома делал. Такие детали упадет, когда не разобьется. Это столик. Вот здесь, видимо, у него была лежанка. И там маленькое окошко и тоже сделал открывать. Открывающееся. Ну, тут все прогнило. Упало. Тут столик, видимо, занимался. Ну, вот и все. Метр семьдесят. Метр восемьдесят, допустим, ширина. Ну, и тут. Ну, короче, раскинь от стенки до стенки. Нет, от той стенки до этой. Ну, вот так. У тебя рос метр восемьдесят, да? Более. Ну, вот. И туда-то столько же. Два. Это тут у него посуда была. А это печка. Повторяю. Он был в тепле. Зиму прозимовал. Но потом пошел не тем путем. Стал пить. Батюшка ехал на машине. Чуть не задавил его. Дороги заросли. А он прямо на дороге уснул. И он уехал. Все. Но у него тут были такие заскоки. Прямо не выскажешь. Вот он живет тут. Жил, вернее, вблизи озера. И с той стороны вот мы можем даже... Пойдем-ка туда по погребню. Это вот трактор копал сейчас был. Сашенко этот Алексей Александрович. Вот мы сейчас проберемся. И увидим вон там сооружение. Там в низинке в самой он выкопал колодец. Вот мы даже сейчас пройдем маленечко. Пойдем-ка туда дальше. Я жду КАМАЗа с песком. Как только будет. Вот они вчера тут вывалили два. Сказали, сегодня четыре КАМАЗа будут ходить. Но не знаю. Так это или нет будет. Это Игорева техника, видать. был мастеровой человек. И было не было. Уехал от всего. Отрекся. Мне говорили, полностью ослеп. Ну, ослеп, значит, где-то. Тут не найдешь, куда пройти. Я не могу тут спуститься даже. Вот тут. О, какая глубина-то тут. Ну, слава Богу, у меня ноги-то не гнутся. Я просто показать, окрестность какая. Вот на дорогу вывозили. Здесь непроходимая была. Вот он. Песок. Две машины. Наши сегодня тут на уборку Игорь поехал. И ковшом трактора разгреб маленький. Вот. Ему еще было не жить. Это я расставил вешки. Вот. Через четырнадцати шагов. Следующая там вешка. Чтобы можно было видеть, где середину КАМАЗа. Вот тут. Это мы уборкой тут занимались. В лес. Все это убирали. Чтобы можно было пройти. Пойдем-ка я покажу тебе, какие вековые. Вот они липы, ветлы. Ну. Красивое растение. Хорошее. Легко приживается на сырых местах. Самая маленькая палочка коснулась земли и уже росток дает. Вот. Пойдем я покажу. Я иду не случайно сюда. Показать какой Гавриил был мастер. В нашей памяти он говорил Гриднев или Гребнев. Что-то вот такое вот. Не помню уже давно это было. А вот видишь как упало дерево. Издалека видно. И на нем кверху выросли сколько целый лес. Это дерево на боку. Но корень у нее остался целый. И она опустилась только. Вот. Вот пойдем сюда. Вот мы сейчас куда с тобой заходили. Ну тут вот человека три, четыре. Обнимут только дерево. Такие деревья. Вот. А это вот с этой стороны. Это самое жилище Гавриила. Вот мы вокруг обошли по дороге. Вот она у него как выход сделанный тут. Вот она самая труба наверху. Но он Толю покрыл. Жить можно было. Пенсия хорошая. Мог бы дерево дальше брать. И вот сюда догадайся. Что это за сооружение? Что это такое у него? Колодец говорите? Колодец. Именно так. Колодец. Вот я даже шагну маленько назад. Ну ширина его тут метр. Больше нет. Полтора может быть. И там внутри колодец. Но здесь много комаров. И вот ему пришла мысль такая. Что комаров напустил я. Ну сатана. И он заперся дома и сидит. Мы пришли его вытаскивать из дома. Гавриил открой. Не выйду. Второй, третий день сидит. А что ты сидишь там? Игнатий на меня напустил комаров. Я пошел за водой. Ну любой поймет, что что-то не то. Как я могу напустить комаров-то? Я сам страдаю от них. Но я благодарю Бога. Хлопал его и нет. Вот выйдем сейчас на дорогу. Это мы здесь убирали. Много здесь было веток, мусору. Видишь какие завалили. Сделали теперь проходы. Другой раз опять у него несчастье. Он посадил в огороде что-то. Но крот. Он его Еврашка звал. Опять заперся. А что? Игнатий напустил на меня Еврашку. Ну как я мог Еврашку напустить? Он под землей, а я на земле. Ему это говорят нет никаких. Игнатий напустил Еврашку. А тут видно была росика когда-то. Вот наши дрова. Все мы здесь. Видите сколько? Сколько я насчитал. Около трехсот деревьев мы спилили. Это все пилили вручную. Попутно. Ну я всю жизнь ловил там этих. Сусликов сдавал. Маленький был. Я пошел поставил капканы. И кажется одного или двух кротов поймал. Больше нету. Сразу разровнял на все. И в капкане показывал. Смотри. Гавриил. Еврашка твой в капкане. Больше он тебе вредить не будет. Вылазь оттуда. Он вылазит. Все. И вот такие у него были заскоки. А люди то. А у вас были люди. Не прижились. Не прижились. Так они не ужились то не с нами. Они не ужились со своей жизнью. У него дети где-то есть. Дети все отреклись от него. Полностью отреклись. Я говорю еще никак. Дети такие. Не знаю. Что-то прямо. Да нехороших слов он говорил о детях. Все. И дочь там. Или сын у него еще. Двое или трое детей. Все от него отреклись. Друзья есть. Никого. Вот и все. Причем тут. Мы уже все делали. Возможное. Чтобы жизнь его изменилась. Но у него была вера. У нас тут комиссия была. Должна была приехать. И комиссия по лагерю. Ну ничего путного там и не ждали. И вот здесь вот две деревья растут. Так мы напротив него здесь где-то. Куда-то я не вижу ее. Тополь большой. Или что. Вот он тополь. Да. Он забрался на него. Сделал распятие. И привязал. И говорит. Они не пройдут здесь теперь. Вот здесь вот. Ну и мы пошли к Серафиме Гореллу. Помолились. Она говорит. Нет. Они не приедут. Дожди. Дожди начались. Комиссия уехала. А так к нам и не приехала. У него этот. Среди. Может быть даже где-то еще и крест там остался. Или упал. Высоко залез. Видите как. А то говорят смирение. Смирение перед кем? Смирение перед Богом. Перед совестью. Перед разумом. Дурить не надо. Дурковать. Как раньше люди говорили. Ты уверовал в Бога. Поступай как есть. Как сегодня бьются. Вот он не подчиняется. Я чему не подчиняюсь? Не подчиняюсь тому, что вопреки Слову Божию. Кто бы он ни был. А почему я должен подчиняться? Целые соборы названы разбойничьими. Я никаким образом не могу играть своей душой. А архиерей вам сказал. Ну он благословил эти московскую патриархию. Почему? Потому что и на него давят. На нем говорится пашут. Иларион. А кто у вас епископ? Я отвечаю. Кто? Кого поминают здесь, когда приезжают епископы? Ну что там? Виноват митрополит Сергий Иванников. Виноват Максим Дмитриев. Тогда еще не было канонического общения. Но близкие были отношения. Мы все время молились в Покровском соборе. Был Антоний Масендьевич. Со всеми одинаково хорошие отношения. Я к тому говорю, что надо дружить с головой. Смотреть. Вызвали апостолов. Били. Не запретили мы вам накрепка. Запретили. Но кого надо больше слушать? Бога или человека? Весь ответ. Он сказал. Да мало еще он сказал. Я должен смотреть. Канон никакой не нарушил. Мы образовались под эгидой по домофорам зарубежной русской церкви. Согласились на каноническое общение. Хотя мы против были, но подчинились. На большие разговоры не было нигде. А все это закулисная подковерная борьба. Это все люди мира всего. Это надо было Путину, меньше патриарху. Ну, Господь вот так допустил. И вот сейчас прям лезут, лезут, спорят. Что спорить? Это моя жизнь. Я и распорядился. Зачем нас толкать туда? У нас очень хорошее отношение с импийскопами, с митрополитами. Я 53 года тружусь. Миссионер. Лжемиссионер. Ну, Бог разберет. Лжемиссионер. А люди приходят. Безбожники. Наркоманы. Убийцы. Сколько пришло. И вот они решают двое. Двое там. Ну, зачем это решать за меня? Я знаю. Эти люди пришли все до единого за 53 года. А это не сотни, а, может, тысячи людей. Все до одного направлены в храмы Московской Патриархии. А если вы их не умеете приветить, не можете дать чисто евангельское учение, то я с вас Бог будет спрашивать, не с меня. Ко мне вообще претензий ни у кого никаких нет. По Библии, если можете, вызовите. Я буду говорить. Это вот та сторона, где мы делали. Вот даже видно беленькое что-то там. Это как раз то, что мы делали. Вот так. Песка. Ну, далеко не сделаешь-ка. Это вот озерко. Если удастся, все будет благополучно. Сделали. Это дорога. Тут нельзя было проехать. Сейчас нормальная дорога. Но еще нет песка сегодня, вот должны привезти, разгрейдировать. И потом крупный щебень, потом мелкий. 270 метров дороги решили сделать при везде. И вот за щебенку только 250 тысяч. Сейчас песок возят, 80 тысяч. Приехал бульдозер поработал. 115, кажется, обошлось или 110. Ну, посчитай, что это. Как бы не отверстие небо для нас, то ничего бы этого не было. Вот сейчас дежурю и никуда не хожу. Никита там работает. Новую дамбочку возводит, где второй прорыв был, чтобы вода будет подниматься и не размощила. Так, тебе помощь не нужна пока никакая? Нет. Ну, иди с Богом. Ну, я говорю, с чего тебя привел показать-то? Вот строится отдельно. Вот, пожалуйста, отдельно одинокий человек строился. Дайте Никите уголок. Как я его дам? Вот сейчас начали только с тобой там где-то сучки, ну, большие сук спиленный отнести. Ты его забросил. У нас там ровно лежит. Ты его поперек. Я подошел. Ты хотел сделать. Я говорю, не надо. Теперь я выправлю. Я его вытащил. Отпилили, положил на место. Так было? Так. Так. Ты не хозяин. Ты везде проходишь как сторонний. Мы хотим, чтобы ты был хозяин. Вот он был хозяин, пока строился. Желаешь ты так жить? Место вот оно рядом, прямо на этом месте можно строиться. Но надо ли тебе это? Вот вопрос-то как решать. Монахи, например, все оставили. Это добрая жизнь, когда человек ничем не связанный для Бога. Прямо для Бога. Вот там будет у нас прорыв воды. Если случится несчастье. А если ничего не будет, значит, все. Вот это место. Отсюда видать. Вот. Это белая полоса. Это там наши балки прибиты. Это самый центр. Ну, думаем, что Господь помилует. А если еще случится, значит, снова придется делать. Что не так делается. Где-то мы были в Турции. Богатая страна. Хорошая. Труженики. И как подмыто морем. Там такие валы эти. И железобетонные валы лежат. Какие-то рагулины такие-то. Все подмыло. Асфальт на дыбы поставлены. И там работают техники. Я проехал, посчитал сразу, может быть, 30 экскаваторов. Кранов. Там громадная сила задействована. И море они могут удержать. С обратной стороны Черное море. А что про нас говорить, когда ничего нет? Вот доски. И то 50 тысяч уже обошлось. Да еще не все получил. Но работать надо. Это стихия. Это от Бога зависит. А мы в нее должны вписаться. Я сразу захватил разговор о Гаврииле. Показал, что необходимо. Какая сегодня ситуация. И все. У нас митрополит Иларион. Русская православная церковь зарубежная. Как возглашают у нас, когда служат иерархии православия. А эти сергианцы, сексоты, стукачи. Они сейчас в своих иерархиальных газетах против меня печатают. Стараются поссорить с новым митрополитом здесь. Поссорить. Ну я знаю. Они угрожать ему будут. Они ни перед чем не останавливаются. Только делов. Я делаю свое дело. С утра до вечера здесь пошу. Учитывая то, что я весь истерзанный. Весь искрученный. Весь в ранах. Если я расскажу по порядку, что со мной делали. 26 лет, как меня терзали и мучили. У вас высушить духу не хватит. Я сейчас целую серию выставляю материалов. Называется «Кто же такой Игнатий Лапкин?» То есть, что не я говорю, не я. Пусть тебя чужой язык хвалит. А то, что писали газеты. Я отошел от всего. Нигде. Не пишу ни книги, ни в печати. Нигде нет. Нигде. Ничего нет. Я ото всего отошел. Только работаю. У меня как будто бы вторая жизнь началась. Строить дороги. Восстанавливать пруды. Поднимать молодежь. Вот так. Утренняя, вечерняя, ночная молитва. Целый день. Ну и форум. Главное это форум. Сайт. Ютуб. Канал. Мой мир. Вконтакте где-то что-то трудятся. Мы работаем. Они могут кляузищить. Говорить. Пускай делают. Это их призвание. Раз на другое нет таланта. Я их называю всех бесталантными. Потому что они заглядывают в глаза людям угодно-неугодно. Они не прислушиваются к Духу Божию. Что Бог говорит. Если человек хочет служить Богу. Ну. Не можете служить Богу и мамоне. И человеком. Если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Я сказал не так. Ну. Ну. Не так сказал. Ну а тебе чего умирать-то от этого? Ты сначала разбери по слову Божию. Мои слова. Да в Библии написаны эти слова. Они даже не знают, что из Библии взят. Человеческий помет. Что это помет? Как Ленин говорил. Говно. Будет разбросано до седла верблюжьего на вас. Ваш. От страха. Я это и сказал. Вы опорожняйтесь на моем сайте. А они. Ой-ой-ой. Какие слова сказал. Вы читайте Библию. Я аргументированно доказываю. Это Библия. А вот сказал Блевотин. Написано. Все столы наполнены Блевотиной. Нет чистого места. Порок Исаия. То есть. Вы что-то где-то грешили. А теперь показаться патриотом. Смотрите какое. Ну вылез. Сказал. Сблевал. Все что у тебя не переваривается. А я при чем здесь? Я тебя не трогал. Я могу только скорбеть и плакать. Я об этих гонителях. Об этих кляузниках. Которые дошли до матерков уже. То есть. Они не могут остановиться. Ничего сделать. Безобразничают. Я благодарю Бога. Господи. В судный день не напомни им об этом. Прости им. Они не знают что творят. А мне говорят. Ну вы просто не поминайте их. Нельзя. Нельзя. На меня делают напасть. Они зашли ко мне. Не я к ним в дом зашел. Они зашли гадят. Бьют посуду. Они пачкают моих друзей. Рыскают везде. Вот и она даже приехала из Франции. И то он на нее этот из Америки вылез. Вылез ее. И она говорит. Какие он гадости против меня говорил. То есть он везде рыскает и все. А он на другое не может. Меня спрашивают. Ну вот на вас нападали. Как вы. На один удар я отвечаю всегда серией ударов. И они будут разгромлены. Ничего не будет. Я судился не с кем-то. С КГБ России. СССР. И все до единого суда выиграл. До единого. А эти то их. Вот как ветер несет. Вот эти листики по дороге. Так они для меня. Пришел и ушел. Ничего я не вижу. Ни божественного. Ни человеческого в этом. Я обязан ответить. А когда они отвечают. Говорят о. Замолк. Не мог ответить архиерей. Когда обвиняют. Что спал. Своими прислужниками. А он может просто промолчал. Судят одинаково. Раз промолчал. Значит виновен. Сказать нечего. Я знаю какой ответ. Потом молчание мое. Молчанием предается Бог. Как Григорий говорил. Богослов. Зачем я молчать буду. Я обязан сказать. Где надо я промолчу. А они напали то на то что я говорю. Они бы судили меня неправильно работаю. Неправильно одет там. Но они и к этому придираются. Их то нигде ни в чем нету. Я вижу только сидит. И больше ничего нету. Мы все время в движении. Вот мы стоим. Видно что откуда солнце идет. Вот наша тень. Это мы прямо на трассе. Сейчас Никита уходит. А я жду. Ну куда уйдешь. Потому что если четыре КАМАЗа подряд будут идти. Я должен их принять. Поэтому не осуждайте меня за то что я им как-то отвечаю. А отвечаю так как могу. Я когда вы попадаете в беду. Я всегда встану на вашу защиту. Если вы правы. У меня были такие. Я видел крайне несправедливо напали на Андрея Кураева. На Степаненко Максима. Меня не надо уговаривать. Я мгновенно меч изножен. Он свертнул на солнце. Люди смело выступили. Сказали. Их надо поддержать. Не тут же. Мгновенно как. Псарня какая. Бросили стерзать. Убирать с должностей. Почему я должен соглашаться с ними? Никогда. Этого не будет. Чтобы я соглашался с тем что беззаконно. За что Бог спросит. Люди в нужде. На них несправедливо напали. Повторяю. Несправедливо. Несправедливо. Подло. А нас спасает Господь. Вот у нас. Посмотрим. Наша территория. Это вот дорога. Наша. Улица. Единственная пока. Имени Марии Лапкиной. Моей мамы. Матери героини. Жены. Участника. Великой Отечественной войны. Воспитавшая 10 детей. И вот мы сейчас подошли. Вот. Накова храма. Ну. Найдите такую деревню. Город. Где бы так было написано. А то написано на пяти дорогах наших. И везде запрещается стрелять. Вот так. Все. Уходи. Никита. С Богом. Уходи. Правильно. Е behavior. Просто таки. Руковод. Уходи. Покации. Руковод. Покации. Науcle широко. vardiable.